здравствуйте друзья вопросик у нас меня зовут александр и смотрю ваш канал с тысячи с 2012 года хочу спросить у вас по поводу рабочие визы в сша немного обо мне я софтвер инженер из украины в марте будет 30 лет женат жена врач есть дочка один год нормально молодец какой хотим переехать в сша тоже понятно с 2008 по 2014 работал фрилансером в основном php javascript html css и так далее работал консультантом для нескольких стартапов из сша но тоже php спрашивал у них сказали не хотят делать h1b это кстати понятно потому что одно дело не за 3 копейки кого-то берут другое дело платить ему зарплату полноценную такая чурадь ну да в 2013 пробовал найти спонсора но оказалось что больше всего востребованы java и датнет решил перейти на java проработал полтора года в украине java разработчиком в аутсорсинговой конторе в этом году летом переехали в польшу чтобы посмотреть европы потянуть английский хотя с английским все окей когда работал фрилансером большинство клиентов были из сша в польше тоже общаюсь только на английском тут в польше тоже работают java разработчиком и того у меня около шести лет опыта на php и уже два года на java с декабря пытаюсь найти спонсора h1b но пока без результатов общался с несколькими бодишопами говорят что надо именно на java опыта 5 плюс лет и предыдущий опыт на других языках не имеет значения разослал режиме по топ-100 из my visa jobs.com тоже глухо звонила позвонила пара индусов один сказал что вроде как готовы сделать но пока тишина выходит мне нужно еще три года работать тут в европе кроме того если я через три года найду спонсора нужно еще выиграть лотерею h1b в гринкарт лотерею играем третий год пока тоже без результата скажите пожалуйста может я что-то не так делаю или это единственный путь спасибо давайте поговорим про h1b потому что сейчас самый сезон да то есть 1 апреля начнется прием заявок на следующий год финансовый так что вот сейчас самый разгар на самом деле происходит люди активно ищут компании активно значит рассматривают кандидатов сейчас самое самое время давайте пропустим тут машинка едет давай говорим и вот что тут сказать значит и я не думаю что печки уж какая-то уже такая прям совсем поганая штука чтобы не найти компания которая сделала бы рабочую визу честно сказать я я не вижу как уж такой проблемы может быть больше спрос на джаву ну наверно даже вниз не знаю по случаям я бы не стал так уж прямо вот бросать усилие но поскольку он уже на джаве пару лет проработал что тоже неплохо значит чтобы я сделал если ему вот эти люди говорят там ну с той стороны говорят вот давай пять лет значит вот если бы было пять лет тем более там из индии народ они ему что говорят он просто их понимает ну как бы сказать прямолинейно а что они ему говорят они ему говорят возьми свое резюме так и перепиши тот опыт который у тебя был на печки перепиши его на джаву вот скажи что ты делал вот те же самые проекты но на джаве вот это это то что они хотят ему сказать этот это то как вот эти слова будут интерпретированы там 90 процентами людей там скажем во многих странах мира так назовем вот некоторые рекрутеры они более циничные что ли и они просто открытым текстом говорят ну напиши что это там напиши там что у тебя пять лет джава другие менее так они этим они так намекают вот но кто понял тот понял кто не понял тот не понял если вы тому же рекрутеру на следующий день пришлете резюме где вместо php у вас будет стоять там шесть лет или там семь лет этой джавы то вы его абсолютно не удивите он скажет о скажет это другое дело вот этих людей нельзя ничем удивить или там засмущать это совершенно не то публика у меня студентов много и я вот вижу что постоянно они мне пишут со всей страны и онлайновые там и местные что ему рекрутер говорит напиши там добавь три года экспириенса напиши там три года джавы напиши три года питона там напиши еще чего-нибудь то есть они абсолютно в этом плане как бы сказать не комплексуют так скажем в отличие вот от автора вопроса который может быть ему это странно вот александр его завода значит это самое простое решение вы можете сказать ну нехорошо же обманывать но это правда обманывать нехорошо но как сказать требование пяти лет на джаве это это же тоже бред сивой как бы вы понимаете это же не то что вот допустим если вы можете решать задачки вот такие то для этого нужно именно пять лет если который через год могут решать такие задачки если который через десять не смогут это что вы там делали на php допустим она дала вам какое-то развитие и на базе этого развития вы за два года в джаве может быть преуспели больше чем если бы вы сразу работали именно на джаве и не было бы этих лет печки поймать это это же все абсолютно относительная ерунда если мы бред чужой бред будем воспринимать как данность объективную то конечно значит давайте всю жизнь там потратим на то чтобы соответствовать их требованиям которые за это время еще раз изменится и снова изменится и поскольку уже за это время все у кого нет вообще опыта напишут по пять лет то скажет вы будете идти пить и с теми у кого нет опыта сказать на 5 лет всего это значит он так все написал нам нарисовал поэтому нельзя играть в идиотские игры и игра с их стороны идиотская вы не можете в идиотскую игру игру играть серьезно вот вот собственно и все поэтому одно из правил общения но вообще как бы сказать оперирование на этом рынке труда состоит в том что нельзя принимать у нас называется фейс валью вот то что написано написано три доллара да это фейс валью вот если возьмете золотую монету американский доллар золотой вот гонг гонг игл на нее написано один доллар а он стоит тысячу с лишним сейчас вот его рыночная цена 1000 с лишним она номинал на нем фейс валью один доллар вот тоже самое знаете они говорят там хотим вот это а на самом деле это там и близко этого нет то есть я клоню к условности вот этих всех правил поэтому не воспринимайте их буквально поэтому первое что чтобы я сказал дало бы эффект первое это вот может быть вот движение в эту сторону тем более что проработав на два года на джаве если вы скажете что вы не два года опять и там те проекты поставить туда то вам будет что рассказать потому что все таки два года реально работали и то есть это конечно некоторая такая приспособленческая фигня но вы абсолютно будете соответствовать и там три четыре раза с кем-то поговорить у вас такая история будет на полчаса сами в нее верить начнете вот так к сожалению так получается но но это но это решает многие вопросы дальше что я не вижу на самом деле какой-то принципиальной беды если вы поработаете в польше получите вид на жительство и в итоге там в каком-то итоге гражданство евросоюза будете работать не обязательно в польше может быть в польше неплохо но может быть это будет англия может быть это будет потом германия или там какая-то еще страна и так далее то есть я думаю что польша достаточно близ близко все-таки славянская страна достаточно близкая может быть по ментальности там украине то есть почему вообще в польше не жить ну если хочется именно в америку то я бы сказал так жить в польше и хотеть в америку и что-то делать для этого периодически неплохо но гораздо лучше при этом жить в польше чем жить там я не знаю где они в зоне военных действий правильно же это все все-таки цивилизованная страна там европа можно можно жить совсем и совсем не такой плохой вариант очень многие люди вам бы сказать слушай если ты в польше можешь жить чете вообще куда-то ехать дальше и они по-своему правы значит вы хотите в америку вы по-своему может быть тоже правы ну двигайтесь значит опыт идет вы еще достаточно молодые ребята у вас есть деточка и эта деточка будет воспитываться пока и расти в нормальном месте что уже большой большой шаг вперед вот что я хотел сказать то есть вы не прыгаете в америку из украины там через десять ступенек а вы прыгаете может быть через пять и это уже намного намного лучше быть на пятой ступеньке чем стоять у самого там основания пролета вот там то ли вот эти лестничные пролеты как они там называют с 10 ступеньками так что все не так плохо теперь рекрутеры бодишоп и я бы конечно сказал что вот эти вот в письме перечисляет некоторые некоторые названия известных бодишопов там понимаете бодишоп зарабатывает на перепродажи людей там туда-сюда это все понятно но есть масса компаний которые напрямую нанимают и они может быть тоже с удовольствием сделали бы там вам визу вы написали вы послали резюме в сто крупнейших там с компаний которые делают речь в анби сайта my visa там чего-то он как-то называется это замечательно но есть компании поменьше есть компании там скажем относительно небольшие там и 50 и 100 человек которые с удовольствием делают рабочие визы тоже поэтому я бы не шел через исключительно через бодишопы а я бы шел как раз вот напрямую по компаниям бодишоп тоже неплохо тоже неплохо они должны зарабатывать не должны людей привозить но они знают свой спрос если этот бодишоп знает что ему нужно там пять лет экспириенса в джаве он боится вас привозить потому что он не знает что с вами дальше делать вот а есть люди которые знают что с вами делать они просто не знают что вы на свете есть поэтому я бы обращался к менеджерам во первых есть такой сайт как linkedin где вы можете просто по должности и там по паре ключевых слов найти development менеджеров но просто вот всей америке и к ним обращаться сказать вот мы там резюме вот я интересуюсь там давай поговорим там еще что-то это это разумно есть такой сайт как cracks list на котором много компаний напрямую дает объявление поэтому вы можете посмотреть на компании и к ним туда обращаться это конечно более трудоемкой чем например там послать 100 писем по имейлу когда тебе уже дали адреса готовые или например там обратиться в 3-4 русских body shop а в которой обращаются все такие же как и вы давайте вместо того чтобы пойти и проделать большую серьезную работу потом linkedin или там и там крекс листу конечно так проще но но так и результат же сильно от этого зависит пойти он так раз и проседает потому что вот эти там 3-4 body shop а получают практически все русские резюме которые там на свете есть у них очень большой выбор в частности люди которые писали на php или вообще ни на чем не писали но написали пять лет джавы заранее знаю что нужно пять лет джавы вот они послушали наш разговор и говорят начать печки переписываем заменяем сюда на слово джава например я я утрирую так и гортестково ну так так что она все решаемо но она не просто и это требует не только времени что может быть самое простое из того что нужно она требует больших душевных сил понимаете проходить через непонятные ответы через молчание через какие-то дурные звонки которые вообще не понятно чего эти вообще звонят через странные какие-то вещи которые абсолютно далеки от того что вы хотите увидеть на 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 рынке труда да то есть такое вот место не симпатичная очень не симпатичная и вот это требует душевных сил настойчивости некоторого такого ну нет некоторые несгибаемости такой и это самое сложное и вот эти кто вот этим всем владеют вот они и пробивают потому что здесь не столько вопрос того какой ты крутой там специалист что тоже важно конечно сколько вопрос том насколько ты в состоянии последовательно выполнять относительно несложные действия да при том что вот вот этот процесс может не приносить тебе никакого удовлетворения и может быть даже ты начинаешь думать зачем я это делаю никогда это ничем хорошим не кончится и вот надо было может быть мне там еще что-то еще и вот поэтому там пробивается сильнейший но тот человек который это в состоянии делать у него должно получиться теми усилиями там меньшими большими но это путь к результату в вероятностном смысле да в статистическом это это лучше производит результат вот так так бы я наверное оценил все значит я пожелаю успехов александру и другим ребятам которых много и они тоже смотрят наш канал очень многие из тех кто сегодня ищет вакансии с предоставлением рабочей визы я я всем вам хочу пожелать успехов потому что это действительно не простое все дело это со стороны ты смотришь гость ой вон тот крутой программист он там получил там ему там фейсбуке ему там google и его товарища порвали там все дела это бабушкам на лавочке понимаете а по жизни это труд и это способность преодолевать вот какие-то такие мало симпатичные процессы скажем так не мотивирующие отнюдь не мотивирующие в хорошем смысле процессы но вот кто-то может через это пройти а кто-то нет вот вот и разница счастливо